Многие школы, гимназии и лицеи нашего Бреста носят имена людей, внесших значительный вклад в историю нашей Родины. Сегодня таких учебных заведений 16 и не спроставить имя великого человека в названии учреждения образования – это символ связи поколений, имеющий особое значение для сохранения исторической памяти. Именно об этом говорил председатель Брестского госполкома Сергей Лободинский на диалоге с учащейся молодежью под говорящим названием «Достойная память в сердце сохраним». Брестская крепость дает осознание того, что та беда, которая постигла нас в Великую Отечественную войну, она не должна повториться. А в школах это должно быть красной нитью. И вот то, что мы сегодня сделали в преддверии 1 сентября и сегодняшнего мероприятия, которое посвящено Дню Народного Единства, что дети должны знать своих героев. И мы многим школам сегодня, а их сегодня всем у нас присвоены имена великих людей, которые в свое время отдали жизнь в защиту нашей страны и непосредственно города Бреста. История города Бреста неразрывно связана с историей Брестской крепости, историей Великой Отечественной войны. И не случайно в названиях школы и гимназии нашего города увековечены имена великих полководцев, защитников крепости над Бугом, руководителей партизанского движения. В этом году список учреждений образования, которые носят имена знаковых личностей, пополнили еще семь учебных заведений. Среди них и школа номер 9 имени Алексея Федоровича Наганова. Время идет, и память о многих личностях, совершивших подвиги, уходит далеко и уходит из памяти нашей молодежи. И чтобы сохранить данную память, школы называются именами этих защитников Отечества. Например, наша школа, средняя школа номер 9 города Бреста имени Алексея Федоровича Наганова, названа в честь одного из защитников Брестской крепости. Он возглавил оборону на Тереспольских воротах в первый день войны и мужественно погиб в этот же день. Традиционно для нашей школы стало проведение у памятника Алексея Федоровича Наганова торжественных приемов в ряды пионеров БРПО и БРСМ, возложение цветов в памятные даты, проведение митинга реквиема, память о павших ранимых сердцах. Представители еще одного учреждения образования, а именно 23-й школы, которая присвоена имя Героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова, представили своего героя и рассказали о работе по увековечиванию его памяти. В наше время очень важно чтить память героев того времени, потому что они внесли очень большой вклад для нашего будущего. Благодаря им мы вообще есть на этом свете. Они сделали действительно очень важные подвиги и очень многие ценой собственной жизни. Они сделали очень многое для нашего будущего. Наша школа носит имя Героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова. В нашей школе постоянно проводятся мероприятия, посвященные нашим героям в Великой Отечественной войне. Мы разговариваем на темы патриотизма, на темы нашего Отечества. И мы, как будущее поколение и люди, которые будут продолжать рост нашей страны, я уверен, что мы должны помнить о наших героях, о нашей победе в Великой Отечественной войне. Ну и не забывать, конечно, наших людей, которые сложили свои головы за нас. Быть достойным носит имя Героя не только почетно. Это ответственность перед памятью о славных подвигах великих людей, благодарность за их вклад в мирную жизнь. Они любили свою страну, свое Отечество. Они любили людей. Ведь любовь к Родине начинается с простых вещей. С любви к семье, защиты близких, в помощи бездомным. Ну и вот с таких вещей рождается патриотизм. Поэтому хотелось бы детям донести именно то, что с простых вещей начинается и Родина. С того, когда мы любим родителей, заботимся о них. Поэтому именно школа помогает поднять эти вещи, рассказать о героическом подвиге наших соплеменников, которые трудились, либо защищали нашу родную землю. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.